Азан.кз представляет Как мы знаем, в исламе рассматривается не только духовная жизнь человека, но также с ней наравне идет физиология, и поэтому в нашей религии оговорены все часто встречающиеся ситуации и вопросы, которые связаны с организмом человека. И это рассматривает фикх. А подобные знания необходимы, чтобы правильно совершать различные виды поклонения. И что такое хайт? Менструация – это кровь, которая выходит из матки женщины, которая достигла половой зрелости. Это естественные ежемесячные выделения, которые не связаны с заболеваниями, а также с беременностью. Момент полового созревания у некоторых девочек начинается с 9 лет, у кого-то позже, а возраст, в котором менструации прекращаются, у каждой женщины индивидуален. Моддату аль-Хайд. Минимальная продолжительность менструации – 3 дня. 3 дня и 3 ночи. А все, что меньше этого, выделение течения до 3 дней, они не считаются менструацией. Это будет считаться маточным кровотечением. Максимальный срок менструации в ханафитском мазхабе составляет 10 дней и 10 ночей. А все, что больше этого, то, что выделяется на 11, на 12, 13 день, это не будет считаться менструацией, это тоже истихада. Маточное кровотечение. И выделение, которое видит женщина в этот период, если они красного цвета, желтого цвета, мутновато-темные, землистые, то это будет считаться менструацией до тех пор, пока выделения не станут чисто белыми, либо не прекратятся. Самое основное из этого раздела, то, что нужно запомнить, это минимальный срок менструации в ханафитском мазхабе – это 3 дня. То, что меньше этого, не считается менструацией. А максимальный срок – это 10 дней. Ахкам-уль-хайд – законоположение, то есть правовые вопросы, которые связаны с хайдом. Если у женщины начался период менструации, то с нее снимается обязанность совершать намаз. И так же в эти дни она не обязана поститься. Если молитву, когда она очистится, не восполняет, то пост она должна будет восполнить в дни, когда она очистится. Если она, допустим, застала месяц Рамадан, и в этот момент у нее была менструация, то она не постится, поститься нельзя. Она восполняет в пост в другие дни. Также ей нельзя входить в мечеть. Женщина в таком состоянии не совершает обход вокруг Каабы. А также она не должна вступать в интимную связь со своим супругом в эти дни. Ей нельзя читать Коран. Нельзя читать Коран и даже прикасаться к нему. Прикасаться можно лишь в том случае, если у мусхафа имеется чехол специальный. Либо можно прикоснуться к мусхафу посредством какого-то другого предмета. Например, взять что-то вроде полотенца, чтобы переставить Коран из одного места на другое. И если прекращена кровь менструации раньше сроков 10 дней, например, на седьмой или на восьмой день она очистилась уже, то ее супругу не дозволено вступать с ней в интимную близость до тех пор, пока она не искупается. То есть не возьмет гусль. Или пока не пройдет время целого намаза. Если же уже 10 дней прошло и кровь прекратилась, то интимная близость супругам дозволена, если даже она не искупается полностью. Если во время менструации появился чистый период, один день или два дня нет никаких выделений, то эти дни тоже считаются менструальными. Тухр — это чистый период после менструации. То есть между менструациями есть чистый период, который называется Тухр. Его минимальный период в нашем асхабе составляет 15 дней. А максимальный период тут ограничений нет. Тухр — чистый период у женщины может длиться месяцами, а то и годами. Смотрите, мы сказали, что существует определенный чистый период, его срок составляет минимальный срок, это 15 дней. Если женщина очистилась, у нее закончился менструальный период, и через 10 дней снова начинается кровотечение, то это не будет считаться менструацией. Так как еще не истек период чистоты Тухра. Теперь правила, которые касаются маточного кровотечения. И эти течения не носят менструального характера. Называется истихада. Кровь истихады продолжается менее чем 3 дня и более чем 10 дней. То есть больше, чем максимальная продолжительность менструации. И женщина, у которой истихада находится в том же положении, в каком находится человек, у которого постоянно кровотечение из носа. Маазур называется. То есть тот, у кого есть оправдание. В таком положении женщины не спадает обязанность совершать пост, молиться, а также вступать в интимную близость со своим супругом. Что должна делать такая женщина, у которой истихада? У которой не менструация, а маточное кровотечение? Такая женщина должна совершать частичное омовение с наступлением времени каждого намаза. И с этим тахаратом она совершает обязательные и добровольные намазы. И все это в период только одного намаза. Допустим, зашло время Зухра, она берет тахарат и вплоть до Асра совершает поклонение этим тахаратам. Как только заходит время Асра, ее тахарат автоматически аннулируется. И на Аср ей нужно будет брать новый тахарат. Если даже в период одного намаза у нее начнется кровотечение, то тахарат ее не испортится. В этот период тахарат от этого у нее не испортится. Если же женщина, у которой из тихада, испортит свой тахарат малое омовение другими способами, например, зайдет в туалет по большому или по малому, либо выйдет в воздух, то тахарат у нее нарушится. Она должна будет по новой взять омовение. Аннифас ва ахкамуха. Нифас и положение связанное с ним. Аннифас. Что такое Нифас? Это послеродовое кровотечение. Кровь, которая выходит после рождения ребенка. Ва акалю нифаси ла хадда лаху, ва аксарху арба'у на явман. Ва ма зада аля залика, фаху истихада. Минимальные послеродовые кровотечения не имеют границ. Женщина может очиститься и за три дня, и за неделю. А максимальный период очищения 40 дней. А все, что вытекает уже больше, чем 40 дней, не считается послеродовым кровотечением. Она будет считаться мустахада, то есть маточное кровотечение по другим причинам. Если кровь перешла границу 40 дней у женщины, которая раньше уже рожала и имела установленный порядок после родовой крови, то за основу берется количество ее обычных дней. Ва ин лам такун лаха адатун, фа ибтада у нифаса ха арба'у на явман. Если не будет у нее обыденность после родовой крови, то за основу берется 40 дней. Ва ман валадат валадайни фи батнин вахидин. Женщина, родившая двойню. То у такой женщины, по мнению Абу Ханифы и Абу Юсуфа, послеродовая кровь исчисляется после первого ребенка. А у Мухаммада и Зуфора исчисляется после рождения второго ребенка. И на женщину, у которой нифас, после родового кровотечения, распространяются те же Ахкамы, что и на женщину, у которой менструации. То есть ей тоже нельзя вступать в интимную близость с супругом, делать вокруг опотка Абы, читать намаз, поститься, держать мусков и так далее. И на этом глава заканчивается. Субханакаллаху бихамдик. Нашхаду алла-илахи ла-ант. Настагфиру ва натубу и лейк.